Приветствую вас, и очень хорошо понимаю, как вы себя чувствуете в этот ситуациях. Мужчина все свое внимание отдает маме, он ее боготворит, можно сказать, он отдает их первое место, всю ласку, заботу о вас оставляет ни с чем. И вы знаете, первое, что хочется вам сказать, отвечая на вопрос, как быть, это то, что ваш мужчина так привык, он привык так строить свое поведение, общение с мамой. И изменить этого он вряд ли может. Может быть и хотел, ведь он боится ее обидеть, но не может, слишком привык. И обижаться можно на того человека, который целенаправленно волевым актом, то есть свободным волеизъявлением, причиняет негатив другому человеку. Но ваш муж делает это, потому что он как раз таки не обладает волей, и не может ничего противопоставить своей маме. Такого мужчину, соответственно, нужно пожалеть. И если вы его пожалеете, поймете, что это слабовольный человек, слабохарактерный, слабый, то обида уйдет. Нельзя обижаться на того, кого вы считаете ниже себя. А к сожалению, именно так и происходит. Мама мужа воспитала своего сына таким, каким она хотела его видеть. И ей нужен такой сын, который был бы для нее опорой. И она воспитала того, с кем ей удобно. Это тоже нужно понимать. Говорю я это вам для того, чтобы вам лучше представлялась картина происходящего, чтобы вы поняли причинно-следственную связь и обида немножечко поуменьшилась бы. Что в этой ситуации делать вам? Ответ довольно-таки неоднозначный. Дело в том, что в начале ваших отношений с мужем, как все было, вы не пишете. То есть не говорите, что, допустим, вы прошли с ним 11 лет. Хорошо. Как было в начале, когда вы начали встречаться, когда вы только начали жить вместе? Было ли как-то иначе? Или так было всегда? Если так было всегда, то почему вас перестало это устраивать? Раньше устраивало, а сейчас нет, что-то изменилось. Что это? Что изменилось? Почему вы начали испытывать обиду более сильную сейчас, чем раньше? Может быть, ушли чувства, и они, помогая вам купировать обиду, купировать недовольство, теперь оставили вас наедине с ней. И если это так, то чувства, конечно же, уже не вернут. И вам предстоит либо уходить от мужчины, потому что вы никогда не будете для него на первом месте. По крайней мере, пока мама жива. А когда ее не встанет, то еще не известно, как мужчина будет обращаться и относиться к вам. Может быть, он, затаив на маму обиду, и негатив будет выплескивать ее на вас? Если уже этого не делают. Тут дворякая ситуация, конечно. И это не определенность. И это не надежность. Если у вас нет нибудь чувств, нужно уходить. И детям так будет лучше, потому что они не могут не видеть, что у вас будет все в порядке. И вам. Вы смотрите на это, начать новую жизнь, и не лишь шефру. Если уходить вам некуда, то тогда остается только принять ситуацию. Больше внимания уделять той причине следственной связи, которую я озвучил. Лучше понимать, почему мужчина так себя ведет, и использовать образ жизни для себя. Он не уделяет вам внимания, он оставляет вас саму собой. Используйте это время для себя. Постарайтесь найти себе развлечения, источники позитива, источники радости и прочее. Может быть тогда, увидев, что вы неплохо обходитесь без него, мужчина начнет проявлять вам знаки внимания. Если возможность позволяет, чаще вы хотите гулять, гулять с друзьями, общайтесь с может быть другими мужчинами и так далее. Используйте свободное время на все столы. И это будет лучше выходом из данной ситуации. Если мужчина не всегда относился к вам так, а лишь спустя какое-то время начал проявлять подобные отношения, это говорит, к сожалению, о том, что вначале он хотел вас завоевать, потом, когда понял, что вас завоевал, вновь расслабился и начал проявлять истинные отношения. В таком случае нужно сделать что? Побудите его, вновь вас завоевывают. Отчасти поведение схоже с тем, которое я описал ранее, с той лишь разницей, что цель основная вашей деятельности будет заключаться не в проведении свободного времени, так как удобно и хорошо вам, а в том, чтобы вызвать у мужчины чувство ревности, чувство страха вас потерять и так далее. И здесь вам нужно защищать свои интересы, не думая о последствиях. Ведь вы ничего не потеряете, потому что ничего по сути не имеете, говоря об отношениях с мужчиной. Если мужчина не делает вас женщиной, не дает вам почувствовать себя женщиной, то логично, что вы будете искать этого у других мужчин. Вряд ли кто-то сможет обменить вас, что вы не правы здесь. Вот, примерно так вам нужно поступать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго. Продолжение следует...